Бисмиллахи рахмани рахим Остается от Абу Аюба Аль-Ансари, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Кто постился в Рамадан, после чего добавил к нему пост в течение шести дней шауаля, подобен постившемуся в течение всего года», — передал муслим. Соблюдать пост в течение этих шести дней является сумной, о чем сказано во многих хадисах. И поэтому никто не имеет права следовать в этом вопросе имаму Малику, который не считал пост в шауале сумной. Вероятнее всего, что хадисы о посте в шауале до него не дошли, что следует из его слов, «Да меня не дошло от кого-либо из салифов о посте в шауале», — и ученые этот пост порицали, опасаясь того, что это может быть нововведением. Однако отсутствие знания в чем-либо не является указанием на несуществование чего-либо. И хадисы о посте в течение шести дней шауаля являются достоверными. От Саубана сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Сделал Аллах вознаграждение за благое деяние десятикратным, и один месяц поста подобен десяти месяцам, а соблюдение поста еще в течение шести дней после Рамадана подобно году». 30 дней Рамадана подобны 300 дням, а 6 дней в шауале подобны 60 дням, что и получается 360 дней — год. Для того, чтобы заслужить эту великую награду, не обязательно поститься в шауале шесть дней подряд. Нет на это указания. Эти шесть дней можно держать на протяжении всего шауаля. Для того, чтобы получить награду за шесть дней шауаля, нужно сначала поститься весь Рамадан, так как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Кто постился в Рамадан, после чего добавил к нему пост в течение шести дней шауаля, подобен постившемуся в течение всего года». Таким образом, пророк, мир ему и благословение Аллаха, связал награду за пост шауаля с месяцем Рамадан. И тому, кто желает получить эту награду, следует сначала возместить пост Рамадана.